Ну и главное событие вечера. То, ради чего ты вообще включил UFC сегодня. Разборка двух гигантов, двух чемпионов. Битва за пояс UFC в тяжелом весе и за право называться самым опасным мужиком на планете Земля. Фрэнсис Нгану против Сирила Ганна. Погнали. Центр клетки сразу занял Нгану, а Сирил пошел в борьбу, сходу прижав к сетке в клинче чемпиона постоянного. Но ничего там не было и снова дистанция от бойцов. Давит постоянно Фрэнсис и он уже придавил к сетке претендента, однако легко разорвал дистанцию Ганна и вернул бой на ноги. Охотится Нгану за челюстью соперника постоянно, выбрасывая плотные плюхи, но Ганн пока хорошо двигается. Вот уж действительно порхает как бабочка и жалит как пчела, уверенно контролируя дистанцию тэп поединка. Фрэнсис не стесняется закладываться на один удар, еще бы с такой-то мощью, но достать пока не может. Таким образом прошел первый раунд и Фрэнсис уходил в свой угол слегка озадаченно. Второй раунд снова с давления начал Нгану, а Сирил старался прощупать, как же ему все-таки сокращать и доносить. То и дело двигаясь по кругу и выбрасывая лоу джебы. Совсем не держит руки у головы Ганн, надеясь на свой футворк и пока работает. Но с Нгану конечно тактика опрометчивая, ведь тому достаточно одного удара. Удар ногой с разворота выбросил Ганн после экватора раунда и это выглядело опасно. Диву даешься как легко двигается эта гора. Нгану далеко не так подвижен конечно, но у него все-таки и другие сильные стороны, которые пока он не может расчехлить. Чем-то похож поединок на бой Ганна и Льюиса. Не может подобраться Фрэнсис к сопернику и потому практически не выбрасывает ударов. А если выбрасывает, то по защите или по воздуху. Третий отрезок и все пока идет по той же схеме. Нгану давит, но ничего за этим давлением дальше не идет. Однако смог сократить Фрэнсис в одном из эпизодов дистанцию и оформил тейкдаун. Дальше попытка контроля, но через минуту смог Ганн подняться, где еще раз оформил перевод Нгану. И снова очень быстро вернул бой на ноги Ганн, где стал чувствовать себя еще более вальяжно, ведь явно подустал чемпион. Снова попытка борьбы от Нгану. Отличный тейкдаун под конец раунда и этот раунд чемпион забирает в одну калитку за счет борьбы. Борьбы, Карл! Этого я, конечно, не ожидал. О, теперь ты борец, подумал Ганн после сирены. Но если так пойдет и дальше, Нгану может и решением выиграть. Жестко, конечно. Чемпионские раунды пошли, смотрим. Фрэнсис действует уже максимально спокойно, стараясь не тратить энергии вообще. Кажется, Ганн все еще опасается мощи Нгану и ждет, когда же окончательно кончится сила у камерунца. Но Нгану выбрал совсем не энергозатратный режим, включаясь лишь в эпизодах. И снова он смог сократить дистанцию, оформив очередной перевод. Очень легко Фрэнсис переводит в борьбу Ганна и старается занять хорошую для себя позицию. Однако медленно, но верно, встает Серил и тут же вновь Нгану переводит своего визави, занимая топ-позицию. Что вообще происходит? Фрэнсис Нгану подтирает полы временным чемпионом в лучших традициях Хабиба. И очень близок Фрэнсис к победе решения. Вау. Итак, финальный завершающий отрезок. Начал активно Ганн этот раунд, решив рисковать по-видимому. Нгану обороняется, пытаясь довести бой до решения. А Серил решил сам оформить тейкдаун и смог стянуть вниз чемпиона, заняв позицию в гарне. Ух, вот это возня сегодня. Попытался Ганн улучшить позицию и оказался снизу после контратаки Нгану. Однако вновь размен в грэплинге и ноги начал щупать Серил. Пытался он скрутить гигантскую пятку Нгану, но неудачный. И в фуллмаунт выползает хищник. Но там ничего опасного и последняя минута прошла в попытках Ганна вылезти из-под бетонной плиты под именем Фрэнсис. И попытки эти оказались неудачными, а нас ждет решение судей. И как мне кажется, в этой жуткой возне лучше был Фрэнсис Нгану, прости господи. Ущипните меня, я не верю, что Нгану теперь борец. Ждем решения судей. Ну а победу единогласным решением сегодня одержал Фрэнсис Нурмагомедов. С чем мы его, конечно же, и поздравляем. По-братски не поленись. Лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании.